Девчонки, всем привет! Давно что-то у меня не было обзора с магазина Валберис. Наконец-таки руки дошли. Смотрите, в этот раз я заказала упаковку опять сгущенного молока белорусского производителя. Очень вкусная, рогачевская. Здесь у меня 10 банок я взяла и была очень хорошая цена. Я не буду вытаскивать, так вот вам покажу. Вот такая вот сгущенка. Мы ее уже берем второй раз, получается. Нам она очень нравится. Так что смело могу рекомендовать. Все ссылки подпишу в инфобоксе, под видео оставлю в описании. А цены, за которые я брала этот товар, я тоже это подпишу в видео. Вот, значит, первое у нас это наша сгущеночка. И девчонки, заказала Pink Magic. Я уже его заказывала, как-то я вам в обзоре показывала. Вот, мне он очень нравится. Ну, уже говорила. Здесь, смотрите, еще раз покажу. Может, кто не видел, здесь зип-застежка вот такая. А внутри еще имеется мерная ложечка вот такая вот. Сейчас мы с вами пойдем кастрюлю отмачивать. У меня Лиза варила рис. И вот такой вот результат. Она у меня все время, когда что-то готовит, у нее что-то сгорает или еще что-то. Она кидает эту вещь и все. И она вот так вот остает. То есть, как бы... А я потом херачу. Сейчас будем с вами замачивать. Я отскипятила воду. Сейчас зальем в тазик. Такой тазик, девчонки, я, по-моему, вам не показывала. Тоже его заказывала на Валберес. Я вот сейчас не вспомню, сколько здесь литров. 25 литров. И он складывается. Ну, знаете, сейчас уже много таких тазов. И круглые есть, и квадратные, какие только хотите. И литраж у них тоже самый разный. Я взяла 25 литров, но там, по-моему, есть еще и на побольше. То есть, он вот так вот складывается, вот так вот раскладывается. Вот еще хочу набором заказать. Там три тазика круглых и литраж там разный. Вот, и сейчас я в него, я, наверное, ложки 4 добавлю, потому что я буду много воды наливать. И кастрюлю эту замочу. И замочу еще кастрюлю. Мы ездили на дачу, там одну взяла. Вот, и тоже хочу ее замочить здесь. До этого я покупала Pink Magic, но он у меня закончился. Хотя я его планировала взять на дачу и, ну, им там почистить все. Но он у меня закончился, и вот я еще один заказала. И как раз есть что почистить. А так я им вообще все уже перечистила, перемыла. Мне он очень нравится, вообще устраивает. Мало, сейчас еще буду кипятить. Все, пошла реакция, девочки. Все, он уже и пузырики, и шипение. Ладно, сейчас еще скипятим. Пока там вода у меня еще кипятится. Кастрюлю я это уже поставила, пускай там дно это отходит. Девчонки, вот эти вот хочу еще замочить. Видите, у меня старенькие такие эти чистилки. Ну, вот здесь вот уже так плохо все отмывается. Вот сейчас я их тоже закину. Вот видно, да? Вон они какие. Опа, пусть пока что лежат. И сейчас кастрюльку покажу. Такую вот кастрюлю взяла с дачи, привезла. Ну, это уже не отмоется, она уже старенькая. Но она хорошая. Смотрите, какая она вот здесь вот. Я ей не пользовалась. Это, знаете, на дачу вот все свозится, наверное, что надо и не надо. Я бы, конечно, половину бы уже избавилась и выкинула. Но так как дача не моя, я вам говорила. Но такая кастрюлька должна быть чистенькой. Я ее решила все-таки взять и реанимировать. Здесь она вот такая. Ну, вот мне самое главное вот это вот. И в ней можно вполне готовить. А то что она там стоит такая бедная, несчастная. Вот сейчас мы ее тоже сюда поставим. И воды дольем. И придется все полностью, чтобы вот тут отошло. Либо ее кверх ногами потом переверну. Мне самое главное, чтобы вот здесь вот все чистенько было. Еще воды подлила. Но хочу я эту кастрюльку все-таки вот так повернуть. И вот самое главное вот здесь, чтобы она отошла. Вот и так. Это желтое и так хорошо отходит. Вот сейчас она вот так у меня постоит. И потом мы с вами посмотрим конечный результат. Девчонки, ну прошло меньше часа. Мне все прям вот, знаете, не терпится самой посмотреть. Так вот, давайте-ка посмотрим вот эту вот кастрюльку. Вот близко мне ее, конечно, знатно обгандило. Вон какая чернота выходит. Она, наверное, у меня еще постоит. Вот. Ну, уже там, видите, как? Уже дно видно. За этой чернотой. Так, дальше. Вот эта кастрюля. Помните, там какая желтизна была? Сейчас просто это все отошло. Я думала, потереть надо будет. Ну, не щеточкой, а губкой. Нет, оно просто вон отошло. Можно уже, значит, ее сейчас будет вытаскивать. И вот эти... Блин, горячая вода сейчас немножко остынет. Да, еще горячая. Опа. Вот. Все. Вот они были вот такие вот желтые. Ну, там в уголках просто мы сейчас губочкой тоже с вами потрем. И все будет замечательно. Все чистенькие, старенькие мои щеточки. Теперь красивые. Вот так вот. Сейчас я это достану. Помою и покажу вам результат, девчонки. Так, потерла я немножко вот эту кастрюль. Но там еще горячо. Она отходит. Вот. Видите уже, как хорошо. То есть сейчас она еще ее размягчит. Вот. И я думаю, она у меня нормально отойдет. Вот эта пригоревшая. Потому что я до этого мыла. Но она, конечно, у меня, Алиска, не так пришпарила этот свой рис. Ну, вот. Не до такой степени. У меня быстрее отошло. А здесь она немножко взаимодействует. Тоже все будет хорошо. Ну, вот. Вот эти вот у меня тоже вот все хорошо с ними. Ну, у меня, видите, старенькая вот эта тут вообще треснула. Наверное, знаете, девчонки, самые первые еще. А, ну, вот здесь сейчас я еще пойду, ну, помою в раковине на кухне. Это я их вытащила. Вот. Все. Никакой желтизны. А здесь я даже, я взяла губку, думаю, сейчас пройдусь. А, ну, все само вон отошло. Ну, вот. Сейчас только тоже в раковине там помою ее. И все будет хорошо. Девчонки, у меня, смотрите, видишь, какая болячка. На даче вот были. И я косила газонокосилкой и вот натерла такую мозоль. И вот сейчас там лазила, болтыхалась. У меня даже не щипало ничего, представляете? Ну, в принципе, а что удивляться? Там натуральные все компоненты, они не опасны для рук, для кожи. Вот. Так что, мое любимое средство Magic Pink. Будем пользоваться. Вот сейчас на дачу собираемся. Возьму тебя с собой, мой дорогой. Дорогой, любимый, девчонки. В одном из обзоров я показывала, что покупала на пробу шампунь фирмы Lador. Вот эта вот корейская фирма. Я брала по 100 миллилитров. Конечно, это так невыгодно. Мне еще дочка сказала, говорит, нифига себе, ты взяла. Там у меня шел бальзам и шампунь. И у меня это все вышло, по-моему, за 800 с чем-то рублей. Ну, считайте, 200 миллилитров за 800 с чем-то рублей. Вот. Я ее попробовала, все мне понравилось. И сейчас я заказала полноразмерную версию. Здесь 530 миллилитров. Это у нас шампунь получается. А это у нас кондиционер. Мне понравилось. Моим волосам, девчонки, подошло. Ну, как говорится, каждому свое. Ну, мне вот так, что там еще. Ну, это благодарственное письмо. А, и этот, пробничек. Кстати, вот, когда я маленькие размеры заказывала, там тоже был какой-то пробник. Но здесь все на корейском. Я не знаю, что это такое. Надо будет почитать, посмотреть. Ой, девчонки, сердечко. Ну, такая милота. Повторила покупку вот такого геля для душа. Тоже я как-то вам показывала. Я несколько ароматов брала. В этот раз взяла клубнику опять. Ну, она у меня уже была и сейчас взяла. Здесь большой объем, 750 миллилитров. Очень приятный. У него аромат такой ненавязчивый. Нормальный аромат. Так что вот, повторила. И повторила покупку вот такого геля для душа. Тоже он, в принципе, неплохой. Но больше я, конечно, взяла из-за вот этого флакона. Он мне подходит как бы для... Ну, короче, я вот эти вот снимаю. Аннотацию. Она очень хорошо снимается. Все это снимаю. И у меня есть наклейки там, например, для душа или еще для чего-то. В общем, как бы и гель у меня получился для душа. И бюджетный такой вот флакончик-дозатор. Купила себе алтайское мумио горного Алтая. Здесь 50 грамм. Буду пробовать, девчонки. Ничего пока не могу сказать. Но я про него читала. Кому интересно, тоже ссылку оставлю. Почитайте, посмотрите. Буду пробовать. Посмотрю, как, чего. Также заказала нам с мужем вот такую простынь. Она на резинке идет. И идет она по периметру. Не по углам, девчонки, а по периметру. Я до этого тоже в обзоре показывала то, что я детям заказывала. Но у них поменьше. У них 120 на 200. У меня вот 140 на 200. Хорошая простынь, хлопок, хбшечка такая приятная. И вот я решила нам тоже заказать. Потом еще закажу. Цена тоже какая-то не очень большая, бюджетная. И заказала два пододеяльника. Я маме хотела привезти, подарить. Но вот она мне сейчас увидит обзор и узнает раньше. Но ничего, все равно покажу. Почему? Потому что я брала комплект постельного белья вот именно вот этой фирмы Ночь Нежна. Я тоже вам показывала в обзоре и вот такую вот расцветку я брала. Тоже вот она серая такая и с надписями. Вот. Взяла я, значит, два пододеяльника, полутора спальных. Сто процентное качество. Почему я его взяла? Потому что я уже знаю и фирму эту знаю, и качество этого белья знаю. Потому что я его уже и стирала, и гладила, и спали мы на нем. И с ним ничего не случилось. Не деформировалось. Мне понравилось. Очень понравилось. И поэтому у мамы как раз вот два полутора, два полуторного одеяла. Но пододеяльники разные. Потому что если комплектом, да, брать, то получается, ну, два комплекта. Ну, и хорошо, что сейчас у нас появилась такая возможность брать отдельно тот же пододеяльник, те же простыни. Вот. И, в общем, вот эту вот мамсику своему отдам. И у нее будут одинаковые простынки. Кстати, по цене тоже я классно их взяла. Они 700 с чем-то, что ли, стоили. Потом я зашла через день там или еще когда-то, они уже 1000 с чем-то. То есть нормально. Так бы у меня получилось 2 по 2 с чем-то тысячи, а так 1400, считайте. Девчонки, взяла на пробу вот такое средство сияние для плиты духовок. Я его взяла в наборе две штуки. Ну, вот одну вам показываю. Я его тестила, я его снимала, но как-то так получилось, что у меня это не записалось. То ли у меня отключилась камера, то ли я так типа нажала и не нажала. Но какие-то кусочки у меня есть, я вам вставлю в видео, посмотрите. В общем, его надо так вот потрясти и на плиту. Сейчас, вот, вот так вот. И она пеной, но там пены не было изначально, она как такая белая водичка. Но потом, когда она начинала взаимодействовать с загрязненными поверхностями, она превращалась в пену и прям, не знаю, на видео будет видно, я поищу это видео и вам поставлю. И прям пена как будто бы выталкивала эту грязь. Вот, потом я это все смыла, то есть никаких дополнительных очищений я не производила с плитой. Я тряпкой смыла, губкой, да, там чем я смывала. Вот, и все, и она сразу была чистая. Мне вот это вот средство очень понравилось, и оно бюджетное, девчонки. Прям понравилось. Вот, и также заказала вот это средство. Оно так и называется, то самое средство. Одну штуку я взяла, я сейчас не буду ее раскрывать, и так видно, да. Очень уж хвалили, хвалили. И где-то я видела на ютубе, но не видео про это средство, а комментарии. Кто-то писал комментарии, кто-то какое-то средство рекламировал, и ему написали то, что вот то самое средство, это самое лучшее. Я, девчонки, не тестила. За тысячу, за тысячу, вот, обязательно сниму, покажу. Мне прям вот тоже очень интересно, что уж такое вот хваленое средство и недорогое. Я взяла вот луговая свежесть, там разные были ароматы. Так, дальше. В каком-то обзоре у Жени, веселая семейка икон, по-моему, давно она вот этот обзор делала, она себе покупала вот такие вот перчатки. Они не бюджетные, вот эти перчатки, но так, как она говорила, то, что их хватает очень надолго. Они прочные, все такое. Ну, вот. Вот я взяла с фламинго. Хотела, там олень был, по-моему. Хотела с оленем, но взяла с фламинго. Сейчас я их надену. О, и с размером угадала. Я взяла эльку. Ну, в принципе, я и фикси, когда беру перчатки, я тоже беру эльку. Поэтому я по этому принципу и взяла. Так, да, они вроде плотные, все. Ну, просто когда фикси берешь, даже вот эти желтые, да, они вроде нерванные, ничего, но потом они вот здесь почему-то начинают слипаться. Посмотрим, как эти, затестим. Если они действительно такие хорошие, то, в принципе, за такую цену это и недорого получится, если они будут служить верой и правдой, как говорится. Также я взяла комплекс витаминов. Мне, девочки, я в обзоре тоже показывала, витамины брала. Они мне писали, они боитесь, а вдруг подделка, там, или еще что-то. Ну, блин, да, девчонки, я не исключаю, что может быть подделка. Но я как-то уже говорила, то, что я беру, во-первых, по отзывам, да, чтобы было много отзывов. Я их читаю все, я, то есть, не бегу сломя голову, там, не покупаю. Вот, и смотрю по звездам, чтобы было не меньше 4,5, 4,6, вообще там хорошо, да, если выше, еще здорово. Вот, вот этот комплекс я себе купила, наш коллаген, омега-3 и вот этот вот глюксамин, там, вот это МСМ комплекс, который, это серо, да, по-моему, у нас. Ну, вот, хочу пропить его, попробовать. Вот, ну, сейчас, пока что я его не буду, потому что я пью магний-Б6, вот, я тоже до этого заказывала, помните, и пью вот эту, Эльтриптофан, кстати, тоже вот этой же фирмы. Вот, так что, если я что беру, то прям вот читаю, читаю. И, как бы, по поводу подделок, да, соглашусь, может быть и подделки, и все такое, но, к сожалению, мы живем в таком мире, что у нас тоже. И в аптеке мы можем нарваться на подделку, как бы это ни звучало, но это действительно так. В общем, буду вот пользоваться вот этими витаминками, и будет, если какой результат или не результат, главное, чтобы не во вред, я обязательно с вами потом поделюсь. Девчонки, еще прошу прощения за шум, если какой-то посторонний слышится, у нас за окном стройка идет, площадку делают. Вот, закрыть окно я не могу, иначе мы просто здесь помрем от жары. Так вот, дальше. Еще заказала, не я заказала, Лиза мне купила в этом фикс-прайсе книгу. Сейчас вам покажу. Вот эту. Ниссы. Надо будет потом их все купить и почитать. Вот эту книгу она мне купила себе, она купила вот эти неестественные причины. Ну, ей нравится медицина, да, все, смотрю, у нее здесь закладочка, вот она уже читает, начала читать. Себе такую книжку, мне такую книжку. Почему я решила, девчонки, показать книги, которые куплены не на Валперес. Был у меня обзор тоже товаров с Валпереса, и у меня там было несколько книг, ну, такое количество. Тоша себе заказал, Лиза себе заказала. Они у меня, да, читают. Вот у меня не существуют такие дети. Они читают вот такую вот литературу, которая напечатана, да, продается. Просто у меня там был такой комментарий, типа, нифига себе, в 21 веке книги покупают. Ну, якобы это можно почитать и в интернете, да, и еще там где-то что-то на компьютере. А я лично рада, что у меня дети не постоянно сидят в этих компьютерах, в этих телефонах, а покупают именно такую литературу и с удовольствием ее читают. А почему бы и нет? А что здесь такого? Я просто не понимаю, в наше время сейчас не читаются эти книги, не покупаются. Они продаются, значит, и есть спрос на эти книги. Ну, не на эти вот именно, а вообще на книги, да, и очень много книг покупается. Так что я была, знаете, крайне вот удивлена, как-то поражена этому комментарию, то, что вот как-то так. В 21 веке выписываете книги, покупаете, читаете, ну, блин, да. Мы такие, девчонки, вот такие вот мы несуразные читаем, покупаем. Так, и еще сейчас один товарчик покажу вам. Так, и заказала себе на пробу гель для стирки и кондиционер для... Ой, сейчас. Я обычно покупаю, как вы знаете, в основном синергетик, мне он нравится. Вот, ну, синергетик подорожал, надо искать там, когда будут скидки, акции. Вот, и я просто набрала в поисковике гель для стирки, да, и смотрела еще по ценам. Вот эти две канистры мне что-то обошлись 800 чем-то рублей, но это неплохо. Хорошая цена. Я зашла опять-таки почитать, комментариев там было на тот момент 2300 с чем-то. Блин, для меня это хороший показатель. Вот, ну, также почитала, фотографии посмотрела, как девочки выставляют там вещи какие-то. Так, беру это первый раз. Про гель для стирки ничего не могу сказать, потому что у меня еще, в принципе, мой остался. Вот, но уже начала пользоваться кондиционером для белья, но про него могу сказать. Он приятный аромат, прям такой нежный-нежный-нежный, ненавязчивый. Вот, и он жидкий, он прям как водичка. Если я до этого брала фирму, я вам, девчонки, вставлю фотографию, чтобы вы посмотрели. Я брала тоже набором, там был гель для стирки и кондиционер. Гель для стирки мне понравился, а кондиционер мне не понравился. Он густоватый, ну, не как вода, а такое погуще. Мне не понравился тем, что он розового цвета, и он мне лоток от машинки стиральной покрасил. Вот, то есть, почему-то я не знаю. И потом я в пластиковую канистрочку переливала, помните, я тоже вам показывала, когда я покупала. Для порошка, для кондиционеров. Кондиционеров оно тоже у меня покрасилось, и я больше что-то не хочу я его брать. Вот, а этот, сейчас, ну, там не увидите, конечно, он такой, говорю, как водичка, нормальный. Так, а называется он Королевка, Королева, а, Королева Яблонь. Наверное, название его такое, если честно, знаете, не глянула. А, и аромат Жасмин и Пион. А я здесь все исчитала, когда выбирала аромат, думаю, блин, ну, как же, какой аромат. Только сейчас увидела, девчонки, вот здесь вот написано. И здесь Жасмин и Пион. Ну, мне нравится и Жасмин, как пахнет, и Пион. Вот, так что, про гель не могу ничего сказать, а этот неплохой. Ну, и все, наверное, на этой вот замечательной ноте. Будем с вами прощаться. Всем пока-пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok